Всем привет дорогие друзья, рад приветствовать вас на канале, ребят, тот самый долгожданный ролик, который я еще запланировал снять, вы о нем узнали, это если я не ошибаюсь, была осень, да, было до моего день рождения, наверное далеко это, наверное даже еще было лето, и вот, неужели он готов, чтобы я вам его показал, он был отснят на самом деле давно, но это тот самый дорогой ролик, в котором, ребят, вы увидите трату 54 тысячи рублей, кристаллов, открытие 60 легендарных карт за счет волшебной пыли, и посмотрите целых 2 героических предмета, которые мне упали, ребят, на данный момент вы на экране видите цифру 6333 кристаллов, но сами понимаете, на тот момент я еще не мог просто вот так вот взять 75 тысяч рублей, положить и открыть, все делалось по чуть-чуть, ребят, но я уверен, что ролик будет не менее интересный, за счет того, что вы увидите, ребят, мы сейчас с вами начинаем, но перед этим я хотел вас кое о чем попросить, не так давно в игре появилось секретное слово автора, я сейчас расскажу, что это такое, это стали запрашивать при покупках, ребят, это мой ID, нажимаем купить, мое секретное слово это вас, я дублирую на экране, ВАИС, ребят, тем самым вы поможете развитию моего аккаунта, чтобы я делал для вас больше классного и крутого контента, и поможете продвижению канала, тем, кто это сделает, я заранее благодарен, спасибо. И мы начинаем, ребят, первые 6 тысяч кристаллов идут у нас в ход, первый архимаг из 52 получается архимагов, у нас первый архимаг, лучник плут, такое себе, часовой котел без разницы, они у меня все 15, здесь тоже самое, без разницы, и первая легендарная карта, стадо рыцаря, либо ведьма, ребят, ну я, естественно, выбираю ведьму, Потому что, ну, ведьма на тот момент казалась поинтереснее, кстати, ребят, в конце, все как вы любите, подведение того, что мне выпало из легендарных карт, из 60 легендарных карт, и сколько я потратил всего кристаллов, ну и рублей вы уже посчитаете сами, ну, в принципе, я уже все сказал. Так, обычные без разницы, синие тоже без разницы, эпический, портальный маг у меня на тот момент еще был не 15, как вы видите, я его добил. Призыватель метеор, здесь все понятно, здесь все ясно, здесь все прозрачно, конечно же, я беру метеора. Идем дальше, третий сундук у нас по счету, открыть сразу, отравитель, метатель, без разницы, котел, снайпер, тоже без разницы, инженер, женец, без разницы, и ловчий дряда. Ребят, но, ловчего я беру, на тот момент еще ни о какой дряде не говорилось, что у нее будет талант и так далее. Так бы я, естественно, взял дряду, но пока что ловчий. Открыть сразу, охотник, маг холода, камень знамя. Ребят, если что, это мой аккаунт, я прокачивал свой аккаунт, чтобы не было недопониманий. Мороз за Дира. Естественно, сейчас бы я взял Мороза, но на тот момент это два кристалла. Да, ну и в принципе сейчас два кристалла. Ребят, все равно, напишите в комментариях, нравится ли вам Мороз. Блин, ну встречаю я Мороза, да, имбово как-то, блин, ну, чтобы вот так вот взять его и вкачать, не знаю. Как по мне, я лучше дряду выкачу, либо волшебный меч, нежели я качну Мороза. Не знаю, я его, конечно, оставляю, но, как по мне, это пока два кристалла. Статуя рыцарь Инквизитор, ребят. Я здесь беру статую рыцаря, потому что даже когда вышли таланты Инквизитора, я решил, что я сначала вкачаю статую на 15, а потом уже будут всякие Инквизиторы. И, ребят, я встрачу не все 6000 кристаллов, и вам советую делать так же. У меня остается 1000 кристаллов, и я делаю вот так вот. Захожу в магазин сезонный и покупаю два кристалла за 500. Ребят, это, честно говоря, надо делать. Это топ, это пушечка. Два кристалла по 500, два кристалла за 1000 кристаллов обычных, это топ. Поэтому берите с удовольствием. Так, ну и что, ребят? Наверное, мы закрывать не будем, кроме вот так вот легендарной карты. Это Борей. И к чему мы переходим, ребят? Да, тот самый героический предмет. Ребят, ставим видео на паузу вот сейчас. И напишите, что выпало. У вас будет, так сказать, две попытки. Поэтому давайте. Что здесь выпало? А мы идем дальше. Как же я орал в тот момент. Какой свисток. На тот момент у меня... Что у меня? У меня зеркальце было не открыто. У меня склянка даже на трикстер не открыта. И мне дают эту парашу, так сказать. Отравитель маг холода. Как и в том, кстати, выбор знамя жрица. Блин, ну, кстати, на самом деле, у каждого уважаемого себе игрока в раш рояле. Охотник и Шаман, ребят. Ну, конечно, я возьму, наверное, О-ХО-НИ-КА. У каждого уважающего себя человека в игре свисток, ну, должен быть на аккаунте. Если у тебя свистка нет, ребят, то ты не сильный игрок. Запомните это раз и навсегда. А вот когда свисток у тебя есть, значит, все. Ты прошел уже через все. Через огонь, воду, медные трубы и так далее. Так, следующий Архимаг, ребят. Как вы видели, кристаллы у нас уже обновились. Демонолог и Охотник на ведьм. Да, ребят, кстати, ну, здесь вы, получается, посмотрите, как создается пятнадцатый демонолог. Вот у меня здесь девятый, да? Вы посмотрите, как создается пятнадцатый демонолог. Здесь будет все чисто и просто. Так, как всегда, промелькнули между вкладочками, чтобы лучше падало. Не знаю уж, откуда это пришло. Почему мы так делаем? Но, наверное, так оно и надо. Наверное, оно так и правильно. На самом деле, ребят, не знаю, как вот заносики, да, делаешь. Когда упадет нормально, когда нет. Вот, например, сейчас Борея и Танцовщица. Ну, блин, ну, кому? Танцовщицу, конечно, берем. Танцовщицу. На самом деле, пока что это для меня два кристалла, как и было, как и есть. У Борея хотя бы таланты есть, но все равно. Как он у меня был девятым, после того, как на него вышли таланты, я вкачал первый талант, так он у меня остался. Сколько же талантов на Борея вышли самые первые. Самые первые из легендарных карт у талантов появились у Борея. Да, ребят, у меня еще здесь 13-е часы. Я с удовольствием беру часы и я их вкачаю. Но, кстати, вообще изначально все это задумывалось, чтобы покрутить много архимагов и найти себе часики. Чтобы вы понимали, я часы сделал не за книгу, но и не через сундуки архимагов ко мне пришли часы. Они у меня в магазине почему-то лежали, еще где-то, еще где-то. Но не как в КВ у меня одни лежали, но не как в тех сундуках, за которые можно заплатить. Не знаю, почему так. Демонолог ловче, ребят. Чекайте, это девятый демонолог. Сейчас в конце ролика вы очень сильно, наверное, удивитесь и поймете, что на самом деле, если немножечко вкинуть, то в принципе все просто. В принципе все просто. Ну, это дело каждого, ребят. Я вот, не знаю, мне так сказать, нравится. Кайфую от открытия сундучков, почему бы и нет. Ну и самое главное, самое главное, это показать вам контент. То есть все делается для вас. Ряды ведьмы, ребят. Ну, конечно же, я возьму ведьму. Конечно же. Конечно же, я возьму ведьму. Так, ребят, еще партия кристаллов заканчивается. Мы переходим на пыль. И здесь у нас лежит, запомните, две ведьмы уже было. И это третья ведьма за один поход, так сказать, за один пак 5,5 кристаллов. Кайф. Ну, просто кайф. Снова кристалл мы обновили. Идем дальше. Архимагия. Так, ну, золото, таверны, все это понятно. Плут-метатель. Без разницы, что брать. Фанатик-алхимик. Если у вас нет фанатика, берем только фанатика. И здесь всегда берем мимо. Если у вас он не 15. И шаман-борей, ребят. Ну, такое себе. Я возьму шамана, естественно. На самом деле, без разницы. Два кристалла. Что и тогда, что и сейчас. Два кристалла. Идем дальше. Следующий сундук-архимага. Монеты. Плут. Маг огня. Жрица. Фанатик. Здесь, ребят, на самом деле, что вам лучше нужно. Либо фанатика, либо жрица берем. Здесь только деда берем. Если он у вас не 15. Мороз и статуя рыцаря. Конечно, я беру статую рыцаря. А, ребят. И вы офигеете на то, сколько иногда падает карт. Вот статую рыцаря, по-моему, я смогу по картам чисто до 15 качнуть. Я точно не помню. Демонолога и еще что-то. Не помню. Ну, вы посмотрите. Ну, 60 архимагов это на самом деле много. Плот метателей. Кстати, заметьте, этот выбор нам дают очень и очень часто. Котел часовой тоже я не первый раз вижу. Громоверцы с палача вообще одно и то же. Бесполезно. Культист и задира. Наверное, все бы взяли культиста, но я почему-то решил взять задира. Ну, потому что это два кристалла. Культист сейчас вообще неиграбельный. Задира тоже самый неиграбельный. И без разницы, что сливать в кристалл. На самом деле, очень без разницы. Охотник и маг огня. Котел. Фанатик. Женец и портальный маг. И вот эта последняя пешка у меня на 15 уровень из эпических. Неужели? Ведьма охотник на демонов. Ребят, ну, конечно же, я беру ведьму. Ведьма топчик. Она и сейчас, в принципе, ведьма, я так скажу, немножечко возвращается в мету ведьму. Я ее очень часто вижу. И уже на проклятии ее и вижу. Поэтому, блин, ребят, насчет ведьмы задумайтесь. Если кто-то ее успел уже вслить в кристаллы, ребят, мне кажется, мы скоро все об этом пожалеем. Но я как ведьму оставил, так и, ну, она у меня лежит. У меня остаются две карты и будет она 15-я. Метеорловчий. Ну, здесь тоже все прекрасно прозрачно и понятно. Конечно же, я беру Метеора. Кстати, это, наверное, одна из пешек, которая у меня собралась на 15 уровень. И я просто ее не качаю. Она просто лежит. У меня 11 уровень, 11 карт. Просто лежит и все. Не знаю, почему я не качаю. У меня сейчас по планам вкачать волшебный меч, Дриаду. А потом получается, наверное, монах. Я думаю, так. Потому что я сейчас волшебный меч качаю. Он тоже фракция Магический Совет. У меня все ядра уйдут туда. Призыватель статуи рыцаря, ребят. Ну, конечно же, я возьму себе статую рыцаря. На самом деле, прикольно. Я, на самом деле, уже собрал Инквизитора на 15-го, Метеора на 15-й, почти Монах 15-й, почти так же Ведьма 15-й, почти Мороз 15-й. И просто прикольно осознавать то, что у тебя уже карты лежат. И если даже повторки будут приходить тебе, это тупо уже кристаллы. То есть, не надо думать, что сливать, что не сливать, ребят. Стазис за пыль, это дно. Это дно пробито, ребят. Вот, не надо думать, что тебе сливать, что тебе не сливать. Блин, не знаю, как по мне это классно. Так, ребят, еще 6000 кристаллов к нам подъезжают. И мы с удовольствием их открываем. Золото. Таверна. Метатель Макхолда. Это что-то новенькое. Снайпер-жрица. Жрица, конечно, берем. Вампир. Катапульта. И культист Ловчий. Ну, здесь я, наверное, уже возьму культиста. Себе я не изменяю в выборе. Но, на самом деле, тоже без разницы. Два кристалла. Я не знаю тех гениев, которые прокатяли Ловчего до 15-го, когда он всего лишь месяцок поимбовал. Как по мне, он, не знаю. Ну, если ДД хороший, то он перестоит даже с Ловчим. Или даже те же часы могут задушить. Корсар задира. Ребят, на тот момент, по-моему, у меня в голове еще была мысль собирать Корсара. Но сейчас я, как вы знаете, уже давно отказался от этой мысли. Потому что Корсар, как я понял, он мне, в принципе, не нужен. Он мне, в принципе, не нужен. В плане того, что, блин, ну, это просто пешка. Это просто пешка, которая мне не нравится играть. Хотя, ребят, если вы очень сильно попросите. Вот, ребят, попросите меня. Кстати, заметьте, у меня ведьма уже здесь 11-ая. Я ее прокачал. И, опять же, ее забираю. Продолжаем копить ее до 13-ой. Ребят, если вам интересно, чтобы я начал качать Корсара, напишите об этом, чтобы я просто знал. Я уже расписал вам то, что я буду прокачивать в дальнейшем. Но если Корсара вам надо, блин, ради вас, отвечаю, соберу и вкачаю. Сзади раз глаз, два кристалла, без разницы, что берем. Ради вас я готов вкачать Корсара. Поэтому напишите, и я куда-нибудь в свое расписание его обязательно вставлю. И вы посмотрите на 15-ый уровень. Тем более, я думаю, пока я все вкачаю то, что я задумал, и дойду до Корсара, я думаю, у него уже появятся таланты. Не знаю, когда, но думаю, да. Думаю, появятся. Инквизиторы, Барри, ребят. Ну, тут однозначно, конечно, Инквизитор. Он же у нас уже с талантами. На тот момент, по-моему, еще нет. Но он уже здесь с талантами. И открыть сразу метатель. Ой, метатель-охотник маг огня. Жрица-волшебный котел. Что-то у нас еще. Катапульта-мим. И финалочка. Орликин с глаз. Ну, конечно, мы берем Орликина. Орликин. На самом деле, я его много слил в кристаллы. Но тоже скоро, до поры до времени, я начну его собирать. И буду потихонечку прокачивать. Например, я буду там, не знаю, три уровня. Допустим, там, Монаху поднял. Три уровня. Орликина вкачал. Три уровня инквизитору поднял. Орликина вкачал. Как-то вот так. Орликин тоже 15-й нужен. Боевой дух. Блин, капец. Очень классно. Очень классно, когда ты много, много и намного быстрее прожимаешь героя, нежели твой соперник. Статуя рыцаря, ребят. И лов-чи. Это предпоследняя статуя рыцаря. И 13-я статуя рыцаря будет, так сказать, финальная. А вот, не знаю, найдем мы ее или не найдем, ребят. Вот, может, тоже в комментариях написать, смогу ли я ее найти. Так, лучник, плут. Без разницы, что брать. Здесь всегда берем снайпера, если он у вас не 15-й. Здесь без разницы. Абсолютно без разницы. Ииии. Дриада, демонолог. Ребят, да, на тот момент вы видели 9-го демонолога, а он уже 13-й. И он мне продолжает падать, и я его продолжаю качать. И все очень круто. А, подсчет демонолога, ребят, я его за книгу до 13-го поднял. Там карты, вы видели, у меня нашлись. Я просто нашел карты и его вкачал. Вот он у меня и 13-й. Все просто. И уже, кстати, 2 карты. И остается, получается, 4 карты, и он будет 15-й. Посмотрим, посмотрим. И вот он, ребят, демонолог. Второй демонолог. А, вот сейчас 4 карты осталось. Второй демонолог подряд, ребят, падает. Блин, как же это было кайфово испытывать, то, что это демонолог. Это просто вот сюда, вот так вот. Ладно, это еще не сюда сейчас. Подождите немножечко. Сейчас потом будет сюда. Плот-метатель. Достаточно частый выбор, как я уже говорил. Химик часовой. Что здесь? Где ты, горгуля? Без разницы, что брать. И статую рыцаря, ребят. И с глаз. Конечно, я беру статую. И это 15-я статуя. Эмоций у меня никаких не было, да и сейчас нету. Она у меня уже 15-я, но, блин, с появлением меча статуя куда-то немножечко затерялась. Она имбовая, если у вас меч еще невысокий. Если у вас не 13-й меч, то статуя имбовая, в принципе. Но у меня сейчас 12-й меч, 15-я статуя. И для теста, на самом деле, я чувствую, что меч намного-много лучше. Он прям вот очень хорошо бустит тесел. Поэтому играю сейчас на мече. Метеор, ребят, из глаз. Конечно же, я беру метеора. Ара. Леха, тыкай, тыкай, Леха. Молодец. Мы забираем метеоры, ребят. Так, ребят, 547 кристаллов остается. И я открываю сундучок, ребят. И тысяча пыли. Здесь, ребят, будет мало таверны. Но вот такие моменты я обязательно, конечно, заставил. Просто тысячи пыли, ребят. Сюда, прям вот сюда. Как же кайфово, когда она падает. Ребят, это тысяча пыли. И мы, естественно, ее сразу же обменяем на пыль, ребят. И это просто, просто сюда. Это 14-й неманолог, ребят. Он просто вот внес 5500 кристаллов. У меня было всего лишь 5 открытий сундуков Архимага. Мне там 2 упала. И за пыль просто, просто целый уровень вкачал. Целый уровень вкачал за одно открытие целого пака кристаллов. Ну, блин, это же кайф. Вот тут мне реально несказанно повезло. Вот честно вам скажу. Вот тут мне прям фартануло. Так, ну и все, ребят. Следующая партия кристаллов. И как вы видите, у нас уже появляется сундук с монахом. А значит, это прошло обновление. И здесь сейчас будет падать элементали. У нас, по-моему, да, уже. Плутлучник, ребят. Без разницы. Кстати, я немножечко, думаю, хочется видеть сереньких и редких пешек. Это самое наименьшее количество пешек в игре. Кстати, элементаль новая. Мы сразу же ее забираем. И сходу нам падает утильщик и танцовщица. И здесь, на самом деле, без разницы, что брать. Потому что и то, и то. На данный момент у нас уходит все в кристаллы. Так, золото. Таверна. Метатель-бомбардир. Охотник-бомбардир. Почему мы его называем метателем? Я не знаю. Вот хочется назвать его метателем. А не знаю почему. Жнец-громовержец. И... Монах и танцовщица. Ребят, конечно, я сразу же делаю скрин. Который летит в клан-беседу. И я нашел монаху сходу же. То есть, третий сундук архимага. И я сразу же нашел себе монаха. Кайф. Отравитель. Снайпер. Часовой. Без разницы. И инженер катапульта. Тоже абсолютно без разницы. Инженер даже с талантами. Такое себе ни о чем. И дриада утильщик. Ну и, естественно, ребят, я беру дриаду. Конечно же, я беру себе дриаду. Так. Здесь, ребят, я делаю нашу... Как это? Обряд. Так сказать, делаю обряд. И гадаю, чтобы мне упал демонолог. Как видите, я уже его вкачал до 14 уровня. И мне остается всего лишь 3 карты. И, кстати... Ну ладно, пока спойлерить не буду. Пока спойлерить не буду. Заметьте, плутометатель. Это прям какая-то подкруточка. Вот постоянно они сыпят. Какой уже раз. И элементаль сожнецом. Ребят, конечно же, я беру... Забираю элементаля земли. И это у нас инквизитор и барей. Конечно же, я беру себе инквизитора. Конечно же, я беру себе инквизитора. Еще одного не хватает. И можно его уже было бы сделать на 11 уровень. Но он у меня уже 11 уровень. И он уже собран на 15. Поэтому, ребят, все окей. Все нормально. Все хорошо. И стазис и орликин. Конечно же, я беру орликин. Ребят, если кто-то заходит ко мне на стримы сейчас. И спрашивает. Блин, откуда у тебя столько легендарных карт? Карт? Ребят, вот. Просто посмотрите, что Леха делает. Что Леха делает. Вот так вот Леха проводит свои трудовые путни. Вот так вот он сидит. Вот этот крутит. Открывает. И все по кайфу. И это, ребят, демонолог. И остается совсем две карты демонолога, чтобы сделать его 15. И, ребят, опять тысячи пыли падает, ребят. Здесь я гадаю себе на зеркальце. Это уже 2000 пыли, да? 2000 пыли буквально там в районе двух месяцев. И первое Лего у нас, которое за пыль, это за Диара. Такое себе. Кстати, 4000 пыли накопил на тот момент. Еще 1000 упало. Это культист, ребят. И это у нас то же самое. Потому что это культист. Два культяпки подряд. И здесь у нас будет танцовщица с клинками. Танцовщица с клинками. Ну, в преддверии, кстати, недавних новостей, да? Возможно, это и хорошо. Возможно, это и хорошо. Ребят, я сейчас опять гадаю себе на ледяное отражение. На предмет снежинки. А вы, ребят, снова останавливайтесь. И пишите свой второй уже комментарий, пожалуйста. Что мне здесь выпадет? Ну, прям, пожалуйста, напишите. А мы открываем. Вот я без мата. Я не знаю, как сказать это без мата. Какой свиток стихии. Есть скляночка. Есть ледяное отражение. Мне дают этот свиток стихии. Зачем? Вот это вот... Свисток и свиток стихии... Это вот самый... Свисток и свисток... Свисток это вот самый бесполезный. Кольцо намного... Не знаю, в зеркалках кольцо очень сильно помогает на сойку. Ребят, это Мороз и Борей. И здесь я возьму Мороза. Я уже туда предмещал на таланты, поэтому я беру Мороза. Почему вот... Ой, почему? Кольцо как-то помогает. С клянкой в трикстере. Вообще в ПВП можно катать. Зеркальце вы сами понимаете. И какой свисток... Вот два конченных предмета к ряду. Вот просто два конченных предмета к ряду. Ребят, этот ролик снимался... Конечно же я беру Монаха. Монаха топ. Этот ролик снимался в протяжении, ну, плюс-минус два месяца. Да, ребят? Это получается... Ну, два с половиной. Как раз таки вот таверна закрыта. И целая таверна. Следующий второй геройский предмет. И я не знаю, почему так вот небо взошлось, что мне решили дать сразу же два конченных предмета. Ребят, сразу же Элементаль Земли берем. Потому что это единственное не 15 эпическая пешка на моем аккаунте. И Элементаль Холл. А здесь без разницы. Призыватель Шаман. То есть мне выпало... Ну, ладно. Вначале мне выпало хорошо. Базара нет. Ключ. Потом склянка на Мари. Это два предмета. Свисток и свиток на Элементалист. Ну, и на самом деле, ребят, те, кто новые подписчики сейчас ко мне заходят... То я вам могу сказать, что на канале есть ролик Корсара Роликина, ребят. Ну, конечно же, я беру Корсара. На самом деле, без разницы. На данный момент сейчас все у меня это уходит в кристаллы. Так, ребят, извиняюсь. Для новых подписчиков, ребят, я прикрепляю обложку. Сейчас вот здесь вот надо мной будет ролик, где я открыл еще один героический предмет. И это уже пятый по счету, ребят. Так что перейдите, пожалуйста, посмотрите. И обложечку прикрепил. И это культист Ловчий. Ну, культяпка-то мне как прет в последнее время, да? Но мы берем Ловчего, потому что это и то, и то на данный момент это кристаллы. Это магический кристалл, ребят. И у нас финальная партия. 11 тысяч кристаллов. Ну, почти 12 тысяч. Но 900 я чуть-чуть докину. И я потрачу это также на 2 сундука. Новый сезон же начался. Потрачу на 2 сундука. С магическим кристаллом. Ребят, элементаль холода беру. Неужели мне он упал? Как вы видите, много сундуков Архимага открыл. Уже даже после обновления. И не падает у нас получается элементаль холода. Элементаль земли хорошо падает, а холода нет. Тансасист с клинками стазис, ребят. Без разницы. Два кристалла. Это два кристалла в любом случае. Золото. Таверна. Маг огня. Лучник. Здесь тоже безравенство. Если нет, берите химика обязательно. Здесь мимо. Здесь только мимо. Ну, у меня просто все максимальное. Вот я и делаю. И, ребят, статуи рыцаря и шаман. Статуи рыцаря это уже 15-ая собрана. 13-2 это 15-ая. И она мне все равно продолжает падать. Ну, и поэтому я беру шамана. Зачем мне еще статуя, которая будет просто так лежать. Статуя у меня, кстати, очень долго лежала. Я не знаю, с какого месяца она у меня лежала. Я ее долго просто собрал, просто сидел, ждал. И потом начал ее качать. Лучник ветра. Кристальный маг. Одно и то же. Бесполезное. Без разницы, что брать. И охотник на демонов сборим. Вот такой выбор мне нравится. Вот такой выбор, ребят. То, чего мы долго ждали. Ну, пускай будет охотник на демонов. Золото, таверна, охотник, маг, молнии, хибик, снайпер. Вот тут трудный выбор, на самом деле. И то, и то играет. Во-первых, пиротехник. Абсолютно нетрудный выбор. Ни то, ни то не играет. И, ребята, это часы. Уже, кстати, 15-ые. И призыватель. Ну, конечно же, я возьму призыватель. Зачем мне копия часов, которая будет просто так лежать. А призыватель, не знаю. Если там небо нормально взойдет надо мной, я возьму да прокачаю. Там всего лишь три кристалла надо. Это не так уж много. Мороз же у меня как-то девятым стал. Ну, хотя с появлением талантов тоже, верно. И метеор, ребята, и культист. Да, ребята, если кто-то помнит, количество карт метеора у меня было больше. Ну, и заметьте, что метеор у меня уже не девятый, как в начале ролика, а он уже одиннадцатый. То есть, все это время я прокачиваю свой крит, прокачиваю свои легендарные пешки. И стремлюсь, так сказать, вверх. В топ по криту. Шутка. На самом деле, топ по криту, блин. Это очень трудно туда зайти. И я думаю, что я этого не сделаю. Но это прям рил невозможно. Жнец. И опять, ребят. Заметьте. В начале ролика, если хотите, перемотайте. Я сказал. Я, конечно, беру с глаз. Я сказал то, что вообще вся суета изначально задумывалась, чтобы добить себе пятнадцатые часы. Ребят, это уже последняя десятка сундуков Архимага. То есть, было пятьдесят. Как вы видели, мне выпали всего лишь одни часы из тех пятидесяти сундуков. И сейчас мы докручиваем последние десять, когда уже часы у меня стали пятнадцатыми. Мне падают часы второй раз. Я вижу второй раз часы. Ну, это же вообще жесть, ребят. Это же просто жесть. И, конечно же, Метеор Задиры. Я возьму себе Метеора. Тут вообще без каких-либо раздумий. Возьму Метеора. Метеор я тоже в плане, когда-то собираюсь качать. Мне кажется, это очень интересная пешка. Ну, прям очень интересная. Но посмотрим, но посмотрим. Портальный маг и лучник ветра. И Орликин и танцовщица. Ну, на самом деле, без разницы. Орликина я вот, да, я вам сказал, что я начну его собирать. Но все время до этого я его убивал в кристалле. Обменим его. Прямо постоянно. И это, ребят, у нас наш обряд. Наш обряд, как всегда. И последние три архимага мы докручиваем. Метатель. Макмолний. Котел и снайпер. Тоже трудно. Оба играют. Здесь я бы взял инженера, в любом случае, если бы они не были пятнадцатые. И демонолог и часы. Ребят, это третий часы, которые уже после того, как они стали максимальные, мы видим, да. И демонолог, ребят, тоже уже максимальный. Да. Две карты, где я нашел. Одна за пыль упала, ребят. И одна в пропуске у меня упала. И демонолог стал пятнадцатым. Ну, вот этот выбор тот, что нам нужно. Это вот прям чистый кристалл. Вот чистой воды кристалл. Да, и там, когда падает задира танцовщица, я такой, ну, два кристалла, там, туда-сюда. Ну, их можно, в принципе, оставить и вкачать. А вот это прям тупо два кристалла. Не тупее, чем даже здесь задира плюс стазис. И задиру и стазис можно вкачать на девятый уровень. А вот там вот прям тупо выдают два кристалла. Вот прям вот максимально тупо. Ну, да ладно. На самом деле, тоже хорошо. Это две пешки, которые у нас недонатные. Культистан софица, естественно, без равенства, что брать. Кристалл и кристалл. Про демонолога часы. Это две недонатные пешки. И хорошо, когда ты вкачиваешь пятнадцатую себе легендарную пешку. Потом ты просто, как сказать, кайфуешь, когда они падают. И у тебя есть стопроцентный кристалл. И не надо лишний раз сливать того же Корсара. Либо те пешки, которые ты долго собирал-собирал. И тут нету того, чем ты мог бы... Что ты мог обменять и прокачать. И меняешь то, что не надо менять. А потом такой жалеешь. А вот эта вот хотелочка. Вот эта хотелочка. Это ж жесткая тема, ребят. Вот прям жесткая. Я думаю, вы знаете, о чем я говорю. Орликин, ребят. Нападает еще Орликин. И это последнее лего на сегодня. Финально. И это сглаз, ребят. И это у нас сглаз, ребят. Ну, в принципе, все. Вот что, ребят, получилось у нас найти за 60 легендарных карт. Напоминаю, 52 легендарные карты. У меня с сундуков Архимага получилось открыть 52 сундука Архимага. Остальные кристаллы мы потратили на кристаллы магические. И здесь 8000 пыли. 8000 пыли, ребят. Это демонолог, 6 карт. У нас сегодня победитель демонолог. Это 6 карт. Ведьма 5 штук. Метеор 5 штук. Танцули 5 штук. Статуи 5 штук. Хотя, если честно, на видосе, вот как мне кажется, статуя такое ощущение, что падало больше всех. Ну, демонолог тоже много. 4 Орликины, 4 Задиры, 3 Культиста, 3 Сглаза, 2 Ловчих, 2 Охотника, 2 Часов. 2 Часов. И, ребят, здесь список те карты, которые я именно забрал себе. Не те, которые я видел. Если бы те, которые я просто увидел из двух, здесь бы их было 120 получается. Нет, нет, 52 умножить на 2, 114 плюс 8 легендарных карт. Почему 114, это 104 всего? 104 плюс 8, 112 легендарных карт было. Корсар 2, Инквизитора 2, Призыватель 2, Монаха 2, Борей 1, Дриад 1, Ворос 1, Стазис 1. Ребят, ну, делайте выводы. Вот демонолог у меня был, так сказать, какого-то уровня. Вот сколько мне понадобилось сундуков, чтобы найти всего лишь 6 карт демонолога. А 6 карт демонолога это с 13 на 14 и 14-15 уровень. Не знаю, кому-то может получше фартит, чем мне, но у меня вот такой вот опыт. Но, если, ребят, желание есть, обязательно крутите и радуйте себя, так сказать. Так, и, ребят, финальное подведение итогов. Сейчас вы на это посмотрите обязательно. Сколько потрачено кристаллов? 6, 3, 3, 3. Второй раз 60, 76. Третий 61, 48. 61, 16. 55, 42. 62, 65. 5, 5, 15. И в финале я что-то прям разошелся. 12к почти. И в итоге, ребят, 53, 917 это 54 тысячи кристаллов. Как я уже и сказал, ну, я немножечко докинул до 54, да, и 2 тысячи спустил в 4 сундука с магическими кристаллами, которые за 500. И 52к я с вами сейчас открыл сундуки архимагов. Ребят, надеюсь, этот ролик реально достоин вашего лайка. Я очень старался, ребят. Вы видите, в названии ролика написано, насколько мне пришлось вложиться, чтобы снять данный ролик. Ребят, все это делается исключительно для вас. Поэтому, ребят, пожалуйста, поставьте пальчик вверх. Подпишитесь на этот канал. Надеюсь, что у вас стоит колокольчик для уведомлений, ребят. Спасибо, что вы пользуетесь кодом автора, ребят. Ведь без вас, без вашей помощи, без вашей мотивации и вот этого всей вашей доброты никогда бы не получилось снимать вот такой контент, ребят. Я вам за это очень сильно благодарен. Я вас люблю, целую. Но сейчас нам приходится прощаться, ребят. Поэтому до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok